Привет, друзья! Я хотел бы поделиться с вами способом, который сегодня для себя нашел использование сэмплера машин в программе Cubase Вернее, вы можете его использовать в любой удобной для вас программе В моем случае это Cubase 9, но это не имеет никакого значения Я не претендую на обзорчика программ и на то, что это какой-то уникальный способ Вполне вероятно, что может кто-то уже где-то описывал Но в любом случае во всех мануалах, как самих Native Instruments, так и других, которые я находил Все сводится к тому, что вы можете делать биты в машин Потом их при помощи этой кнопки экспортировать в свой хост Это для меня кажется немного неудобным, потому как Если вам что-то нужно переделать, вам приходится опять зайти здесь, что-то поменять, опять экспортировать Или управлять сценами при помощи миди-сообщений Что тоже не сильно удобно, когда вам нужно поменять буквально там 1-2 удара в каком-то переходе Плюс начинается путаница, где там вы какое сообщение миди отправили В общем, те, кто смотрит это видео, я думаю, сталкивались с этими проблемами И понимают, почему этот способ тоже не совсем удобен Итак, то, к чему я сегодня пришел Что-то среднее между использованием батарейки и машин, которые мы очень любим давить Нажимать на вот эти вот светящиеся пэдики И при помощи них программировать барабаны Прежде всего, тут у меня открыт проект, у него нужно забить барабаны Что мы делаем? Сначала просто-напросто берем и забиваем барабаны Какой-нибудь бит не имеет значения, так как мы это привыкли делать с машин Например, такой бит Дальше Есть миди экспорт, который предлагается самой машин И мы его сейчас сделаем Но Для меня было вопросом Как же эти звуки обратно направить в машину Чтобы играть именно этими загруженными сэмплами А не добавлять здесь какие-то другие инструменты И здесь дальше действия должны быть следующие Мы заходим, выделяем все звуки Заходим во вкладку входов Вкладка миди И меняем с источника по умолчанию на хост Это означает, что мы получаем сейчас миди сигналы из нашего хоста В данном случае кубейса Дальше Такая задача немного уже неинтересная Нам нужно назначить каждому этому звуку свой отдельный миди вход 1, 2, 3 Да, согласен, это немного нудновато Но Стоит это сделать один раз Сохранить шаблон проекта И уже не придется это повторять Это нам даст то, что мы сможем Посредством миди сообщений самого кубейса Управлять звуками самой машины Что с моей точки зрения довольно удобно Так, готово Теперь в самом хосте нам нужно сделать то же самое То есть миди каналам назначить соответственный миди выход Я видимо это уже сделал Поэтому у меня они все пронумерованы И каждый из этих миди каналов посылает сообщения на свой собственный миди канал С первого по шестнадцатый Как и здесь Дальше Активируем все выходы Это кстати можно уже делать Можно делать, но если вы хотите обрабатывать в вашем хосте отдельно каждый сигнал То есть кик отдельно мало и так далее То сделать нужно именно так Активируем все выходы Вот они у нас появились Теперь Собственно Теперь все проверяем Да, мы переходим на какой-нибудь там пустой паттерн Чтобы машина у нас уже не звучит Здесь ничего нет Запускаем наш проект Собственно вот звук идет Это у нас пустые миди каналы У нас на них пока ничего не было записано Как вы помните У нас была там буквально бочка Клэп и хай-хэт Вот они есть Дальше все как обычно Можем их копировать Все остальное Звуки идут из машин Вместе с тем миди сообщения идут из кибейс Дальше например Что нам это дает Мы захотели сделать еще какой-нибудь паттерн Сделали какой-то рисунок И дальше мы его просто копируем Еще раз таким же образом в кибейс И продолжаем уже работать с ним Если мы хотим изменить буквально пару звуков Удалить их Нам не обязательно заходить это делать в машине Мы уже делаем это прямо из хоста Пожалуйста И они уже не звучат Я думаю, что на сегодняшний день Это самый гибкий и удобный способ Использования машин в вашем хосте Будто кибейс, лоджик там Не важно какой Надеюсь, вам понравилось Спасибо за внимание С вами был Федор из группы Кейптаун До новых встреч Не забудьте посмотреть все наши клипы Подписаться на канал Скачать и обязательно купить альбом на Беткампе Скачать и обязательно купить альбом на Беткампе